Продолжаем изучать самые громкие заголовки о шоу-бизнесе. Здесь Сафин, а здесь все темы, которые я сейчас предлагаю вам в деталях обсудить. Ну и во-первых, Лайму Вайкули создали назло Али Пугачевой. Как вам, друзья, такое утверждение? Ну то есть выходит искусственная звезда. Давайте в этой связи заодно поговорим, кто для вас искусственные звезды. Очень интересно было бы услышать примеры. Ну и плюс ко всему, наверное, давайте-ка затронем тему фабрики звезд, которую многие из вас упрекают в том, что из нее выходят не таланты, а искусственно выращенные артисты. Комментарии открыты. Валерия передумала уходить из шоу-бизнеса после эмиграции артистов. Вот такое признание неожиданное сделал Иосиф Пригожин, что еще бы чуть-чуть и мы бы с вами потеряли Валерию. Ну и вот нашелся вот такой предлог, повод остаться, задержаться на сцене. Давайте об этом тоже поговорим, но и заодно обсудим, на ваш взгляд, вообще вот эта эмиграция артистов, что действительно подхлестнула некоторых, даже богом забытых, я уж не буду перечислять их фамилии, вернуться на сцену и вот заявить о себе. Имеется ли прямая взаимосвязь? Хочется услышать ваше мнение. Ну и Сергей Светлаков поклялся не раскрывать тайну отношений с Брежневой. Но здесь вот обсуждался его возможный роман с Брежневой. А вы знаете, я на своем канале не люблю никаких сплетен, я всегда опираюсь на факты, на какие-то высказывания. Ну и короче, давайте-ка послушаем Светлакова, который нашел прекрасный повод избавиться от назойливых вопросов журналистов обо всех вот этих темах прямо сейчас. Ну а перед этим комментарий дня на моем канале. Как вы знаете, я постоянно читаю ваши комментарии и раз в день выбираю что-то такое, что предлагаю вам обсудить. И этот комментарий посвящен сегодняшним артистам, многие из которых погрязли в скандалах. Итак, слушаем. Все эти скандальные артисты необразованы и чудовищно невоспитанные. И скандалы их демонстративно пошлые. Но общий уровень культуры в стране такой, что чем пошлее, тем охотнее всякие продюсеры суют их везде. На ТВ, сериалы, на дурацкие шоу. И получается, что морды узнаваемы, а от них тошнит нормального человека. Вот крик души прям. Комментарий моего подписчика. Что думаете? Пишите, друзья, об этом в комментариях. Ну а я очень часто замечаю, вот посещаю, например, социальные сети некоторых публичных людей и вижу, какие чудовищные ошибки они совершают. Грамматические, орфографические. Двух слов связать не могут. И они чему-то нас очень часто учат. Вот я не понимаю, как люди, которые не могут слово здравствуйте написать без ошибок, зарабатывают миллионы. Как все изменилось в нашем мире. Необразованность правит бал. Вы на канале Сафинлайк. Не забывайте, друзья, что здесь может быть ваша реклама. Все контакты в описании под этим видео. Поехали. Лаймо Вайкули создали назло Али Пугачевой. Как вам такое предположение? Может быть даже утверждение. Я не знаю, вот как это подано. В общем, Ньюс.ру на эту тему поговорил с продюсером Сергеем Лавровым. И он вот рассказал любопытную вещь. В свое время Паулс и Резник поссорились с Пугачевой. И назло ей решили сделать такую певицу, как Лаймо Вайкули. Ну и по словам продюсера, в общем, они написали материал. Этот материал зашел. Ну и неудивительно, поскольку это были лучший композитор и автор слов в Советском Союзе. Интересно. Но вот кто застал период вот этого становления Лаймо Вайкули, напишите, как вы считаете, есть ли доля правды в словах продюсера или все-таки это какая-то фантазия. Но, исходя из этого, я тогда могу сделать вывод, что значит в тот период, для кого писали Раймонд Паулс, для кого писали Илья Резник, вот все эти звезды тогда тоже, можно сказать, искусственные, что ли? То есть они тоже могут войти в категорию, кого создавали назло Али Пугачевой. Но, затрудняюсь вот с ответом, потому что я так тщательно никогда не изучал ни творчество Пугачевой, ни творчество Лаймо Вайкули, ну а ведь была же еще София Ротару, ну, кого очень часто называли главной конкуренткой Аллы Борисовны. Вообще, друзья, кого лично вы могли бы назвать искусственными звездами? Есть такие на вашей памяти? Интересно было бы узнать, потому что я все чаще, вот в последнее время, особенно когда эксгумировали вот эту программу, которую уже сто лет в обед, фабрика звезд, назвали ее по-новому, новая фабрика звезд. И вот многие из вас у меня в комментариях, когда я делал обзоры на эту тему, либо проводил опросы, писали, что это искусственные артисты, никакие там не таланты, но наверняка же среди них есть талантливые люди. Вот посмотрите, первая, вторая фабрика звезд, многие из этих ребят, они потом продолжительное время гастролировали, и вроде как даже часть из них добилась успешной сольной карьеры. Поэтому я, конечно, не считаю, что фабрика звезд, вот в чистом виде, это все искусственно созданные звезды. Ну и плюс ко всему, вы же часто говорите, не называй сафиных звездами, это звездуны, ну да ладно, пусть вот останется представители шоу-бизнеса. Я в целом отношусь к фабрике звезд не очень, скажем так, положительно, потому что, на мой взгляд, все-таки действительно иногда за уши вытягивают того, кто как бы и не должен быть на сцене. Намного круче было бы, если человек сделал сам себя на каких-то социальных площадках, ну тот же самый YouTube, в TikTok, и вот видео завирусилось, или песенка, и вот таким образом человек выстрелил. Вот это, на мой взгляд, более справедливо, не знаю, что думаете вы, интересно послушать. Следующее событие посвящено Валерии, да, мы ее чуть не потеряли, еще бы чуть-чуть, и она бы покинула сцену, но если верить словам ее супруга Иосифа Пригожина, Валерия передумала уходить из шоу-бизнеса после эмиграции артистов. Об этом я прочитал в издании Утро.ру, в общем, здесь такая ситуация. Иосиф Пригожин рассказывает, что когда вот это началась вся история с коронавирусом, они оказались дома, не было никаких гастролей, Валерия даже начала учить французский язык и заниматься йогой. Ну и вот в этот период они подумали, ну они, между прочим, даже ни разу не поссорились, и подумали, как хорошо до дома, и не захотелось им прежней гонки. Небольшая прямая речь Пригожина, ведь вы не представляете, какое количество сегодня унижений испытывает продюсер. Поставить песню на радио оказалось целой войсковой операцией, да и не хочется конкурировать с блевотной лексикой блогеров, которых во множестве развелось. Ну и короче, Валерия уже вроде как собралась уходить на покой, и тут неожиданно эмиграция артистов. Ну и плюс ко всему, у нее вышел новый альбом, где были записаны песни Марии Захарова и Максима Фадеева, появились новые дуэты. Ну и в общем, уход Валерии на пенсию отложился до неизвестных времен. Я думаю, что вообще пенсия Валерии не светит, поскольку, ну уж так сложилось, что супруг-то у нее продюсер. На что они будут жить? На авторские отчисления верится с трудом. Какие мнения у вас на этот счет, друзья? Ну и вообще, видите ли вы вот такую взаимосвязь прямую между отъездом части представителей российского шоу-бизнеса за пределы России? И вот тем, что многие из так называемой Старой Гвардии задержались на сцене. Ну и соответственно, мы тут неожиданно с вами услышали фамилии некоторых артистов из 90-х, которые уже вроде бы как подзабыты. И вдруг они снова возвращаются на большую сцену, начинают активно гастролировать. Примеры, я думаю, вы и сами можете привести. Ну а сейчас давайте обсудим вот следующее. Сергей Светлаков поклялся не раскрывать тайну отношений с Брежневой. Очень удачный ход, уловку, на мой взгляд, придумал Сергей Светлаков. Почему? Потому что, вот смотрите, Национальная служба новостей отслеживает, в общем, то, что творится в Ютубе. Отсмотрела его интервью Надежде Стрелец. И вот он там прокомментировал свои слухи о возможном романе с Брежневой. В качестве примера здесь приводится съемка фильма «Джунгли». Они там сыграли семейную пару. Ну и вот Светлаков признал, что во время съемок в Таиланде они с Брежневой стали общаться ближе. При этом он заявил, что поклялся ничего не говорить насчет их отношений, не раскрывать тайну их отношений. Вообще, очень удобно, да, вот тебе задают вопрос, а ты говоришь, а я вот поклялся вот этому человеку не раскрывать вот этот секрет. А вот ей я поклялся не раскрывать секрет наших отношений. То есть, по сути, это готовый такой лайфхак для всех остальных артистов, которые не хотят комментировать назойливые и часто повторяющиеся вопросы журналиста. В общем, с этой позиции Светлаков как бы вышел достойно. Не ударил лицом в грязь и мужчиной, да, себя показал, что слова свои сдержал. Дружеские отношения как бы подчеркнул для него важнее. Ну и в то же время послал лесом журналистов. Это Сафин, комментарии открыты. Жмите лайк, подписка. До встречи.